Город Сочи на несколько дней стал столицей важнейших международных встреч. Завтра там открывается саммит России-Осиан, и в город уже прибывают лидеры стран Юго-Восточной Азии. Среди высоких гостей президент Индонезии Джока Видода, который находится в России с официальным визитом. Сегодня глава одного из ведущих государств региона встретился с Владимиром Путиным. Президенты обсудили актуальные мировые проблемы и развитие двусторонних отношений, в том числе партнерство в энергетике, сельском хозяйстве и сфере военно-технического сотрудничества. С подробностями из Сочи наш корреспондент Александра Черепнина. Российско-индонезийские переговоры здесь, в летней резиденции президента, длились около двух часов. Владимир Путин и Джока Видода беседовали сначала в официальной обстановке, затем в формате рабочего обеда. По итогам встречи были подписаны пять документов. Лидеры выступили с совместным заявлением. То, что Джока Видода в России впервые, ясно было без слов. Аэропорт – протокольная процедура встречи. Дорогому гостю, как это часто бывает, подают хлеб-соль. Индонезийский лидер, внимательно выслушав переводчика о русской традиции, видимо, понял не все. Кусочек отломил, посолил, но так и не съел. Этот визит и дальше. В некоторых деталях протокол нарушал. Это не попало в кадр, но в момент, когда лидеры, уже попозировав фотографом, заняли свои места, кресла индонезийской делегации пустовали. Паузу можно было считать слегка затянувшейся, и Владимир Путин решил начинать. Заблудившиеся участники переговоров нашлись как раз в этот момент. Джока Видода прилетел в Сочи первым из всех высоких гостей, которых ждут на саммит ОСЕАН. Он прибыл с официальным визитом по приглашению российского президента. Индонезия – крупнейшая в мире мусульманская страна. С ней мы давно сотрудничаем по самым разным направлениям. Общий объем товарооборота, хоть и несколько снизился в последнее время из-за воздействия внешних факторов, но все же составляет немало – 2 миллиарда долларов. Основные продукты нашего экспорта – нефть, а также металлы. Но это далеко не все. Нас связывают крупные проекты, такие, к примеру, как строительство российскими специалистами в Индонезии железной дороги для перевозки угля, который добывают в провинции Восточный Калимонтан. На проекте будет работать свыше 2,5 тысяч человек. Дорога свяжет богатую природными ресурсами часть острова с новым портом и промышленно-технологическим кластером, где будут развернуты производственные и перерабатывающие предприятия, также с участием российского капитала. Планируются разработки и угольных месторождений, ферроникеля, диоксида марганца, глинозёма и так далее. Есть заделы для расширения энергетического сотрудничества. Наша компания «Зарубежнефть» и «Роснефть» имеют конкретные, серьёзные, крупномасштабные проекты, в том числе строительство современного нефтеперерабатывающего завода на Бали, с возможными инвестициями в объёме 13 миллиардов долларов. «Росатома» работает над проектом сооружения экспериментального реактора малой мощности. Мы убеждены, что у нас есть все возможности для укрепления сотрудничества между Россией и Индонезией. В частности, сегодня мы договорились о наращивании военно-технического взаимодействия. Это касается передачи технологий, наложивания совместного производства и подготовки квалифицированных кадров. Мы не первые десяток лет поставляем в Индонезию истребители, вертолёты, боевые машины пехоты. И сегодня было подписано новое соглашение о сотрудничестве в области обороны. Его детали не разглашаются. Как стало известно, над ним оборонные ведомства двух стран работали достаточно давно. Договорились стороны о сотрудничестве в области архивов и в культурной сфере. Прорабатывается возможность заключения межправсоглашения по взаимному упрощению визовых процедур. Наша страна продолжит взаимодействие на площадках ООН, группы 20, АТС, организации исламского сотрудничества и, конечно, в рамках российско-осеановского диалога, диалогового партнёра. Сегодня же в Сочи Владимир Путин встретился и с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Эта международная финансовая организация начала работу только в прошлом году. Её уставной капитал 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в Совете директоров у Китая, Индии и России. При этом ни одна из этих стран не имеет больше контроль над банком, чем другие. Все вопросы будут решаться вместе. Россия присоединилась к работе, созданному по инициативе Китайской народной республики банка. Объёмы капитала России занимает третье место после Китая и Индии в этом банке. Мы считаем, что это своевременная, важная и полезная инициатива. И очень рассчитываем, что под вашим руководством это финансовое учреждение займёт достойное место в структуре международных финансовых институтов. Россия является одним из крупнейших акционеров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на поддержку с вашей стороны. На самом деле, само сотрудничество России со странами Асян уже является немалой поддержкой работы нашего банка. Также я хотел бы поздравить вас с очень успешным началом саммита. Что же касается двусторонних переговоров, то закончились они приглашениями. Джоко Видода позвал Владимира Путина с официальным визитом в Индонезию. А российский президент позвал своего коллегу на экономические форумы в Петербург и Владивосток. Александра Черепнина, Дмитрий Попков, Николай Волков, Первый канал.